Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Павла Коринфянам и напомню, что мы исследуем 9 главу этого послания. Как мы уже говорили в прошлый раз, свидетельство, самосвидетельство апостола Павла о своей свободе во Христе, об исключительности своего служения, о собственном подвиге и свободе, с которым он несет это служение. С этого свидетельства апостол Павел переходит к свидетельству о том, для чего это ему надо. И дальше он говорит о своем миссионерском служении, что все это ему надо для того, чтобы миссия его была как можно более плодотворной, как можно больше плода она принесла. И последующие слова апостола Павла, последующие свидетельства апостола Павла, фактически выражают основной принцип миссионерского служения как таковой. Вот прочитаем 9 главу, начиная с 19 по 23 стих. «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Вот в этих словах и выражен сам принцип миссионерского служения, «И все, кто чувствует тягу к миссионерству, все, кто действительно призван к миссионерству, то есть поставлен для того, чтобы проповедовать людям, все знают эти слова, все постоянно не ссылаются, все постоянно их приводят в свое и оправдание, и, так сказать, для утверждения самих себя. Я сделал совсем для всех, чтобы спасти по крайней мере некоторых». И действительно эти слова в определенной среде очень хорошо известны, и звучат они достаточно часто. И тем не менее эти слова, этот отрывок весь, он требует очень пристального к себе внимания. В чем нюанс, который действительно звучит все очень красиво, но в чем нюанс и тонкость этого святительства апостола Павла, который подчас ускользает от читателя современного, и он не понимает вообще некоторой сложности того, что говорит апостол Павел. И поэтому смысл, весь смысл целого вот этого отрывка, он ускользает, мы не понимаем, мы слышим только слова, «Был всем для всех, чтобы спасти некоторых», и идем миссионерствовать. А то, что говорит весь контекст этих слов, он ускользает, потому что мы даже не понимаем, от чего тут думать, все же просто, все же, казалось бы, элементарно. Вот однажды был некий эпизод, свидетелем которому я сам непосредственно был. Один очень замечательный человек, защищая свою работу о миссионерских принципах в современном мире, в заключение своей работы приводил как раз вот эти самые слова, пытаясь их привести именно как коду, как такой торжествующий финал, о том, что мы для того, чтобы миссионерствовать, мы должны быть всем для всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сам этот человек был очень искренний и очень глубокий человек, и приводил эти слова именно для того, чтобы как-то вот посолиднее, повесомее закончить свою работу. Но в аудитории были люди разного отношения к церковной практике, церковной традиции, разной глубины исследований священописаний, хотя в целом все люди очень высоких ученых степеней. И вот один из них в ответ на такое окончание, так как-то в тон докладчику, вдруг неожиданно совершенно, вопреки некоторой регламентации подобных вещей, вдруг вот так вот на порыве продолжил это высказывание, что «да был с иудеями как иудей, с язычниками как язычник, с немощными как немощный, с уголовниками как уголовник, с садомитами как садомит, с сатанистами как сатанист». Эти вот последние слова, буквально так и сказанные, они повесили в воздухе, потому что на самом деле до таких столбов никто никогда подобную линию не додумывал, никто никогда не договаривал так. Но на самом деле, если взять примитивно, понять то, о чем говорит апостол Павел, тогда действительно можно закончить и таким образом. И мы видим, что на самом деле именно так в западных деноминациях и заканчиваются подобные понимания миссионерских принципов, когда действительно церковь во все подавливается миру. Она действительно принимает и садомские браки, она принимает женское священство, она принимает очень много заведомо вещей, которые очевидно противоречат священному писанию, которые очевидно противоречат традиции очень глубокой и давней самих этих церквей или христианских деноминаций. Но все оправдывается этим принципом, что надо быть как они, и церковь становится как они. Она допускает то же самое зло, тот же самый грех, потому что не понимает, как выйти из этого противоречия. Значит действительно проблема толкования этого отрывка, этого свидетельства апостола Павла есть. И надо суметь разглядеть этот нюанс, эту проблему, как говорят богословы, экзегетическую проблему. А вся проблема на самом деле в том, что эти слова апостола Павла, во-первых, читаются очень так примитивно, ведь апостол Павел прерывает эту тираду свою и говорит, что я не был чушь закона перед Богом, то есть я на самом деле не нарушал закона перед Богом, совесть моя действительно была чиста, я ни одного преступления перед Богом не совершил, как будучи как немощным, будучи как язычник, будучи как иудей, я тем не менее перед Богом никакого греха не сделал, совесть моя чиста. То есть то, что он делал, на самом деле никак не связано с грехом, хоть каким-то попозновением ко греху. А с другой стороны, ведь эти слова апостола Павла вставлены в определенный контекст, который нужно видеть. Вообще, как говорят у нас в народе, слово из песни не выкинешь, и мы слышим всю песню, а не только конкретную строчку этой песни, хотя бы нам и очень нравилось. Тем более это важно в отношении серьезных книг, и уж тем более в отношении священного писания. Ведь в том и состоит болезнь и века, и времени, болезнь очень многих людей, не умеющих обращаться с текстом священного писания, и создающих целые христианские, так скажем, общины, или сектантские организации, и привлекающие значительное число сторонников, или адептов, проблема в том, что люди берут строчки из священного писания, берут цитаты, выдергивают их из контекста, а наша необразованность, наше неумение и желание читать священное писание делает нас неспособными обнаружить искажения, обнаружить некоторое передергивание, порой и буквальный подлог, когда нам переставляют слова священного писания, а мы и не знаем, даже не понимаем, что нас на самом деле просто обманули, пользуясь нашей безграмотностью. Вот на самом деле именно, как и часто это бывает, особенно в отношении этих слов апостола Павла, очень важно посмотреть контекст. И когда мы обратимся к контексту, ко всему большому отрывку, лучше ко всей девятой главе, или ко всему большому отрывку, начиная, по крайней мере, со стиха девятнадцатого и до самой конца, до самого конца, то есть до стиха двадцать седьмого, мы увидим, что на самом деле никаких в словах апостола Павла, никаких недоразумений нет. Недоразумение есть в нас, которые на самом деле слышат только то, что хотят слышать. И услышав некоторое слово, каким-то образом находящийся отклик, находящий отклик в нашем сердце, в нашем сегодняшнем понимании жизни, понимании самого себя или христианства, вот это слово находит отклик, и мы сразу бросаемся исполнять, забывая, не имея терпения дочитать до конца мысль, дослушать мысль апостола Павла, и не имея терпения вникнуть вообще в традицию, в предание, в свидетельство церкви, которое зафиксировано на страницах священного писания Нового Завета в данном случае. Вот тогда мы увидим, что начинается этот отрывок с того, что апостол Павел говорит, «Ибо я, будучи свободен от всех, всем поработил себя, дабы больше приобрести». То есть, миссионер — это человек, который порабощает себя другим, который идет на служение другим, на уничижение, собственное умоление, собственное самозабвение ради другого. Он как бы сворачивается внутрь, умаляется, не выставляет своего подлинного христианства, своего высокого духа, он не выставляет, он сворачивается внутрь, уподобляясь во всем тем людям внешне, которые вокруг него находятся. Но внутренне он весь с Богом, а внешне он ничем не отличается от других. «Уклонимся святому Господу Иисусу». Ведь это и есть христианство. Ведь что сделал Христос, будучи Сыном Божьим? Он во всем, кроме греха, уподобился человеку. Он принял нашу страдающую, страждущую, страстную плоть. Он принял все, кроме греха. Он скрыл свое божество, свою святость под покровом человеческой плоти. И нигде не дал проявиться этому божеству, исключение было на горе Фавор. А так все он был скрытый. Но он же не разделял действительно заблуждений этой окружающей его среды. Он не разделял греха этой среды. Он не шел на поводу у этой среды. Он был свободен от нее. Он ни в чем от нее не нуждался. Он был как человек. Совершенно стал человеком. Но внутренне он был другой, чем эти люди. Вот этот принцип, опять-таки, о нем не столько можно сказать, сколько действительно его почувствовать, его прочувствовать, только тогда, когда действительно мы сами хоть сколько-нибудь знаем нечто о Христе и знаем Христа, живущего в себе. А должны знать, ибо мы христиане. И вот апостол Павел говорит о таком кинозисе, о таком уничижении, о таком самоумолении человека, о таком действительно подверженности всем перепитиям обстоятельств жизни ради служения этим людям. Но внутренне сердце человека горит только любовью к Богу. И совершенно чисто и чуждо от всякого греха. Возьмем, например, вот самый нейтральный, быть может, пример, возьмем человека, который решил миссионерствовать байкером, людям, любящим мотоциклы, любящим путешествия, ведущий определенный образ жизни, носящий определенную одежду. И вот человек решил каким-то образом им послужить. Вот это первейший мотив. Он хочет им послужить. Он хочет, чтобы и они услышали слово о Христе. Сами же байкеры в храм не зайдут. К батюшке они подъехать на своих мотоциклах боятся. Вот человек решил сам выйти, войти в их среду, чтобы им что-то сказать о Христе. И, конечно, для того, чтобы проповедь моя была успешной, я должен во всем быть, как они. То есть они должны принять меня за своего. Тогда действительно они будут слышать и слушать то, что я буду им говорить о Христе. И, казалось бы, все просто, но такой нюанс. Я должен прийти к ним потому, что мне дороги эти люди. И дорог Христос. И желательно я почувствовал, что действительно Христос посылает меня к этим людям. Или сам я так проникся к ним состраданием. Мне так жалко, что они действительно не слышат слова о Христе, что я подвигся пойти к ним. Вот этот мотив. Если я иду к ним, потому что мне нравится мотоцикл, и потому что я люблю путешествовать, это не миссионерство. И никакого миссионерства на самом деле здесь не будет. Потому что на самом деле мне просто нравится то, чем живут эти люди. Я никогда не смогу даже прочувствовать этого крика, этого стона из сердца Иисуса Христа, когда он говорит, «О род лукавый и перлюбодейный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Мы не увидим, не поймем, почему такая напряженность между Христом, проповедующим любовь, добро, прощение, милосердие и окружающих его иудеев. Причем не только иудеев, которые в конце концов его и убили, а иудеев, уверовавших в Иисуса Христа. Они вроде уверовали, но почему-то его ненавидят. Кто не понимает, о чем идет речь, могу посоветовать обратиться, например, к 8 главе Евангелия от Иоанн. То же самое мы видим в примере апостола Павла. Мы говорили, когда обсуждали, исследовали деяния из стих апостолов, что среди иудеев, ненавидящих апостола Павла, были и иудеи, и христиане. Из контекста это так и получается. Действительно, ненависть к апостолу Павлу была и среди иудеев, ставшими христианами. И вот это никогда не почувствовать, не понять, если человек приходит миссионерствовать к людям не потому, что он любит этих людей, а потому что любит то, чем эти люди занимаются. Ничего не получится, никакой миссии не будет. Мы на самом деле лукавим перед Богом, мы под видом миссионерства занимаемся то, что нам лично очень нравится и лично близко. Мы на самом деле любим не этих людей, а то дело, которое они занимаются. И, кроме того, человек, таким образом обратившийся к миссионерскому служению, он ведь должен всем своим сердцем быть непорочен перед Богом. он должен не перестать молиться, он должен не перестать творить правду, ездя на байке, одеваясь в кожаные ризы, одевая все эти металлические вещи, которым украшают себя байкеры. Тем не менее, внутри он должен быть всецело преданный Богу. Он не должен допустить в сердце своего никакого греха, а если он допустил, тогда он упал со своего положения, он не чист перед Богом, ему самому нужно искать Бога. Врачу исцелися сам. Если, чему он может, как он может помочь этим людям, если сам он не дугует теми же страстями, которыми болеют эти люди, что он может им принести? Он должен сначала каким-то образом достичь этой способности неразрывно пребывать с Богом среди любых обстоятельств жизни, чтобы на байке ли он у кастрали лагерного, в палатке или в путешествии он мог молиться с Богом. А если он не может молиться, если молитва уходит, если он чувствует потерю мира, если он раздражается и становится сварливым и немирным, то значит он оставлен Богом. Кого же он несет этим людям? Ничего, только самого себя, только свое знание о Боге, а не действительно Слово Божье. Вот этот момент на самом деле очень очевидный и вот об этом миссионерстве и говорит апостол Павел. И отсюда вытекает второе условие плодотворного правильного миссионерства, о котором дальше и говорит апостол Павел, и которое обычно не слышится и забывается. Тем не менее, в контексте девятой главы заключительная часть этой главы и есть правильный фундамент подлинного миссионерства. Вот прочитаю отрывок заключения девятой главы с 24 по 27 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, ты для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как бы на верное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Обычно эти слова приводятся как-то сами по себе, как оправдание эскетической традиции. отрываются от миссионерского контекста, они становятся просто некоторыми словами о том, что хорошо бы христианину поститься и молиться. Но апостол Павел говорит эти слова именно для миссионера. Так и заканчивает, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостоин. то есть именно если я хочу проповедовать, тем больше аскетический подвиг я должен на себя возложить. И вновь и вновь обращаю внимание на то, что внимательно нужно читать страницы Священного Писания Нового Завета, вообще страницы Священного Писания. Каждый, кто внимательно прочитает девятую главу вновь и вновь или хотя бы вторую половину девятой главы, тот очевидностью поймет, что аскетическая вот эта составляющая, которая в заключении говорит апостол Павел, именно и есть фундамент миссионерской деятельности. И вне этой внутренней, непрестанной, напряженной самодисциплины, аскетичности, когда человек внутри не позволяет себе ни на миг расслабиться, ни на миг позволить себе не воздерживаться, чтобы ни на миг он не прилепился с сердцем своим к миру сему. Ведь мы читали в первом соборном послании апостола Иоанна Богослова, что все, что в мире есть похоть плоти, похоть отчез и гордость житейская. И кто не дугает этим, тот миру принадлежит с миром и умрет. И человек, христианин, освобождается от этой зависимости от мира. И апостол Павел потому взял на себя такой подвиг, чтобы быть совершенно свободным, чтобы не свободу свою действительно использовать на миссионерство, чтобы никаким малейшим движением своего тела, своего сердца, своего ума, своего духа никак не отлепиться от Христа, никаким образом не прикоснуться, не прилинуть снова к мирскому. Чтобы сердце всегда горело Богом, чтобы всегда сердце было устремлено к Богу. И только тогда действительно миссия приносит плод. Только тогда действительно миссия достигает результат спасения людей, потому что я принес им, приношу им при таком подходе, я приношу им Христа. Но понятно хранить молитву, хранить верность Богу, пребывать в заповедях, живя в покойном месте в уединении окруженным верным хорошим наставником, верными друзьями, книгами, иконами, ритмом жизни, так легче, чем выходя за порог дома, приходя в среду, живущую совсем иным мировоззрением, всю живущую страстями и похотями мира сего, и вот там, среди этой среды надо сохранить и молитву, и смирение, и кротость, и воздержание, и терпение, и непрестанное взывание к Богу. Понятно, что это труднее, и потому требует от человека больше аскетичности, больше воздержанности, больше любви к Богу, и дается с большим трудом, чем если бы он никуда не выходил, а думал только о спасении собственной души. Вот о чем говорит апостол Павел, что человек, который вышел на миссионерство, от него аскетического подвига требуется больше. И стало быть, человек, желающий действительно словом Божьим просветить сердца людей, просветить сердца ведь не просто не знающих Бога, проблема в том, что эти сердца все прилипились к миру, они любят грех, они любят мир, они не любят Бога, и чтобы их сердца действительно зажечь любовью ко Христу, надо эту любовь ко Христу принести в эту среду, значит, надо самому непрестанно быть объятой этой любовью, а для этого требуется, конечно, великий, высокий и глубокий христианский подвиг. поклонимся святому Христову воскресенью, всебог прииде крестом радост всему миру. христианский христианский